Заслуженному тренеру России Аюбу Пшмахову исполнилось 70 лет. Своеобразным подарком Аюбу Ибрагимовичу стал межрегиональный турнир по дзюдо. За соседаниями в спорткомплексе юбилейный наблюдал корреспондент Артур Мхце. Он и в 70 лет столь же активен, полон идей и надежд, как в 27, когда только начинал тренерскую карьеру. Чтобы поздравить Аюба Пшмахова с очередной покоренной возрастной планкой, в спорткомплекс юбилейный в Черкесске пришли многие именитые спортсмены и наставники. Среди них, можно сказать, легенда отечественного спорта Вячеслав Пчелкин. На примере мэтра дзюдо и самбо Аюб Пшмахов когда-то учился, а теперь сам является тренером, опыт которого стараются перенимать коллеги. Самбо, самозащита без оружия – это наш национальный Советский Союз, российский вид спорта. И мы все стремились туда попасть. Мой старший брат во всем виноват, он на 7 лет старше меня, он из Аула приехал в город. И в городе он начал заниматься Вячеслав Пчелкин, Хаджимурата Джадирова, два тренера, которые к нам приехали, сами занимались уже мастерами спорта. И оттуда все началась моя карьера. Далеко не каждый спортсмен по окончании активной карьеры может стать хорошим тренером. Однако Аюбу Пшмахову это удалось, о чем и говорили многие почетные гости межрегионального турнира, где главным виновником торжества был именно он – тренер. Самое главное, что он является педагогом, который воспитывает достойных людей, настоящих патриотов нашей страны, которые сегодня трудятся во многих сферах и в производстве, и в госструктурах, и в правоохранительных органах, и достойно несут имя своего тренера. Я не могу сказать, чтобы он был очень строгим. Он, как каждому, находил подход, где-то, конечно, в меру строгий. Спортсмены – народ такой, что где их чуть-чуть расслабишь, там и начинает протекать, как говорится. Но мы старались выполнять все команды тренера. Прошедший под сводами юбилейного турнира подзюдо со 150 участниками пока сделал к популярности лишь первый шаг. Воспитанники Аюба Пшмахова и представители Республиканского спортивного ведомства приурочили его к юбилею тренера. Однако придание соревнованиям ежегодного статуса, несомненно, поможет заинтересовывать единоборствами и здоровым образом жизни все больше людей из разных регионов страны. Артур Макцели Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.